всех вольных сталкеров приветствую с вами как всегда андрей продолжаем двигать долг философия войны платформа сталкер тень чернобыля сегодня мне подстоит найти лоцмана который вроде как спустился в подземелье агро и я могу спуститься в округу здесь вот тут здесь по идее и вот у этого перехода ну давай я надеюсь я надеюсь что здесь никакой разницы нету где спускаться поэтому спустимся здесь если сработает переход а вот здесь не срабатывает да а почему почему-то здесь переход не срабатывает значит пойдем сюда ну давай ныряем ст газа дангер газовая опасность что ли или чё похож туда да увидишь по-моему за понятно да здесь не пройдешь да действительно все заполонили газом более ничем не делать в таком случае пойти к воякам пожаловаться на жизнь до отстаньте вы елки-палки бандюки выше мне нейтралы дура чё это блин а ну да поговори может что и скажут здравствуй стране к истории порадуешь или сломал с чего беда гнат беда подземелья газом заполнена тихо что стряслось газ говорю пацаны живы до хрена узнает не видел я их голоса слышал нехорошие голоса блин вот говорил же что делать-то а рома из головы головы подрывает он же думает что все расположение все расположения музыка нужен я снова спущусь хороший ты мужик немец нет защитных костюмов хотя есть у старшины есть ему на ремонт подгоняли слуш ними столько не говори что от меня узнал про костюм ага и здесь в мекале пореже вот мое уши косится а где ваш старшина плющук то да он внизу возле монстры крутится понял монстра это не про свою тачку с ковшом от бульдозера или как это рука называется не знаю вы не знаю монстра полищук но кроме как тот бронетранспортер в голову еще не приходит и шут полищук оба щек безматерный безматерный или без матерных без матерной наверное старшина полищук костюм не нужен химзащиты опоздал мил человек заказчик уже забрал с ним потолку и может уступит а кто заказчик да вот он вася безматерный ну хорошо лишь без матерной приветствую брат и тебе привет брат выручи защиты костюм нужен не могу брат все костюмы строго по счету на счету попадет хоть один бесяк порвет меня нет но время даже ненадолго я верну а если нет не имею ввиду что за 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 ханыжишь а просто что если папа портишь бесяк тогда меня попортит давай куплю сколько не могу я продать болит знаешь что мы сделаем залог оставь равноценный броню знатную листву выхлоп нормально справедливо да нет меня ничего такого ну да нет и суда нет лак держи мой экзо давай держи давай вернешь к с верну ну и дамал дал мне он этот костюм химзащита до модернизированный костюм ученого дает почти полную защиту от вредных воздействий зоны совершенно не защищает от пулевых осколочных и ножевых ранений да что ты говоришь почти по сотне все характеристики баллин ну ладно пошли спускаться чудел перегружены чтобы двигаться у меня еще от проблему с лишним весом решать и зачем за все это браться ой как плохо а ты переносимого веса то сколько отчитаешь что мало 94 ну что я взять-то могу только килограмм 70 не больше ладно оставим все здесь буду надеяться что это все не исчезнет не растащу концов концов погнали ай крылья ты крыса ты глянь смотри начали подбирать мой хабар ой как коршун накинулись как голуби на пшено ой какие весь мы про и от захавали ай сволочь и вот смотрите да смотрите на них вали ладно жрите я все равно мне сейчас что делать надо мне выкладывать переигрывать один хрен ладно вы с ней беднее волк там правда была ну хрен с ничего теперь но поехали посмотрим да вроде бы вроде бы нормально дышать можно да 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 отлично 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 дохлые бандиты здесь бедняги бедолаги хотя чё какие видне бедняги меня бы они жалеть не стали вот а то надо будет сюда еще в темное время суток наведаться да тут артефактики по идее должны быть что за злобные голоса или что за звуки такие вот этот там один живой есть кто это хоть пусть партизан но одни жму реки что-то как-то я еле иду как будто впереди кайт преграда так рывками рывками я иду так вы нос воспитывать 6 возьмем что есть как они сами себе мозги вышибают сам себя застрелил ты видел да бандит костяк партизан тоже утворить то не но они-то конечно без как у либо химзащиты да у меня от понятное дело может быть типа облегчить страдания потому они так и стреляют себя себя по себе сами себя так ну давай морской еж возьмем так вот что-то будет час выкинуть да это проблема выкидываем винты и лишь понабирал хабар сейчас весь выкидываю расстаюсь вот так вот сколько дает мне морской еж там минус тридцать радиация нормальными там пока два кристалла принципе нормальный это будет да ох прапорщик расстроиться явно все солдаты погибли а тут видишь перемешку бандиты солдаты вообще какая-то беда может быть просто они здесь находились и запустили этот газ каким-то образом кто-то хотя вот этот вот такое ощущение как будто просто в холодец угодил не получит понял да смотри сами себе головы постреливают она говорит самую так вот она меня не получит да что здесь за мистика происходит ёлки-палки не пора ли мне или мне волыну расчехлять давай нагрянем в тайник аптечку кто-нибудь лоцман вот он эх лоцман ё-моё держи противогаз противогаз коробку фильтра осколком возвратила вверх по лестнице рюкзак в проломе где электро понял держись так противогаз ему нужен ну да он уже ним не может стать так противогаз горит вверх в проломе ну пой ой-ой-ой-ой-ой ты глянь видишь эту морду ты глянь как как в тумане туману вот это лицо контролерская не иначе ё-моё так а где же ему где же ему этот противогаз-то искать сейчас будем пытаться что-то делать ну вообще он сказал что вверх по лестнице в проломе больный артефакт не могу взять перевес будет там где это электро то получается ты это лестница да так рюкзак то здесь есть вверх по лестнице в проломе вверх по лестнице в проломе здесь наверно тогда вот здесь рюкзак должен быть ага во смотри обычный противогаз марки гп7 берем и идем назад блин пока дойдешь он идет так еще рывками здесь у дома на или нет то же самое да то же самое так ну лосман держи противогаз живем значит слушай сталки нельзя здесь долго подымайся наверх встретимся на свалке возле барахолки да давай вместе и дело у меня к тебе вдруг одного противогаза мало вдруг через кожу тоже проникает не ссы сталкер солидолом намажусь а ты хитрый глаз хотел увидеть а ладно до встречи отвезти лосмана лосмана любесику ладно сейчас встретимся тогда с ним получается где я темной долине даль в темную поведу а встретимся мы с ним на свалке в зоне самой лучшей ампутацию двух поводников гарик и лосман ну понятно это мы все знаем да кстати чуть не забыл то самое главное это проверить же тайник есть а нету здесь тайника помнишь первую часть сколько там хабара было записка значит стрелок вещь ей перенес крон 4 слишком людным становится подземелье агропрома доктор понятно короче все понятно с хрон 4 какой-то вот так вот попробуй найди еще это с хрон 4 прежде чем идти на свалку надо забрать свой костюм не забыть дам комбинезон комбинезон и экзоскелет и никами шах шастаешь шастый чуть будет где-то там есть а это тут мои припасы добираете да спасибо брат выручил вот твой костюм целости и сохранности ну-ка ну-ка что уж состояние удовлетворительное забирай свою зону веришь жалко отдавать никогда такого не это да еще бы жалко тебя давать давай сюда удачи брат так никакого текста не будет да что-то говорилось про акулу по шакала акул там паникует да ну-ка такого когда сообщение на экране дублируются виде текст очень сложно понять о чем говорят по рации того что озвучка оставляет желать лучшего при всем конечно уважение но вот сейчас то что был сейчас текст какой-то да вот то что они сейчас сказали я не понял что-то про акулу что-то пошакала ладно разберемся так но вот какой-то гришка акула шарко какой-то хмырь рубик торговец репутация остальные это кто у нас получается нейтралы до ранг ветеран охотники группа охотников как-то догадался наверно я нахожусь вот в этом восточном здании вот и разговор по рации как раз таки был между акулой и шакалом давай поищем эту акулу этого акулу и он скажет что ты кто мужик ты сдурел потом поговорим ты хмырь хомырить и но не на самом они будут разговаривать до тех кто пока не устранят угрозу который здесь находится он смотри бандюкам пришел гад а в охотники наверное мне травы да скорее всего не знаю непонятно пока ничего пока честно говоря ничего не понятно лан поднимемся наверх здесь кто-нибудь есть пожалуйста одного уже васян убийца привалили не только лысина ты-ка ты кто такой гришка шарковку ну помни 1 акула обо мне тоже гад по моему тут еще был по второй части параллельном месте поскольку у них меткость отлично на он просто игнорит все мои выстрела да погоди на ты видишь стреляют всем пожалован гриша а ты как здесь охотником перешел я наемник немец кто платит больше тот мне приказывает ты сам то чего шукаешь да дело завел арты скупаю но скупать думаю и вообще раритеты там всячески ну ты понимаешь расслабься гриша денег у меня с собой нет слышал я про твой бизнес славян ты не против совмещения нет нужно будет что конкурента и зоны спроводить или еще каких гадов пострелять я твоим услугам хорошо гриша буду иметь виду сейчас то ошибка заняться да нет не шибко дождемся дружков должны скоро подойти и снимаемся лагеря не людей леньки брита случаем а где-то их видел да не видел вояки видели угадал немец их и жду с ленькой обсудить наши дела надо а я посмотрю вас тут торговец и это пойду пообщаюсь с коллегой внутрь с торговцем пообщаться нет мужик ты оружие то спрячь что тебе моё оружие где ваш рубик нет рубик рудик здравствуй дорогой правильно сделал что пришло все знают рубика самые правильные цены как торговли то рубик джан какая торговля дорогой замечательно пришли меня убивать поднялся там по лестнице какой наглый матвей матвей палач да помог мне если бы не он все кранты у кранты однозначно какая торговля дорогой эти уважаемые люди всех клиентов распугали когда уже уйдут а давно не здесь трутся то четвертые сутки пошли и все время между собой собачиться а кого ждут то не знаешь дорогой они мне не говорили я я для них кто барыга они воинами себя считают но рубик хорошо слушает и хорошо думает и вот что он думает ждут они кого со стороны янтаря гришка акула все все тогда не отходит а когда дождутся плохо тем людям будет уверен да не знаю дорогой но по-моему голову отрезать это плохо а со стороны болота выстрелы слышал я минут за 10 до того прихода со стороны болота говоришь до встречи так а что у тебя поторгу это в итоге ах ты да у тебя целый миллион да ты прям миллион щек а продать то тебе особо то и нечего если только походить стволы пособирать до стволы собирать все типа продавать честно говоря если честно то лень мне да а вы разговаривать не будете говорить не будете пока здесь все бандиты не кинуться на тут еще какой-то чел с уникальным именем хмырь что интересно расскажет да я как-то не в курсе последних событий или если не в курсе значит не в курсе значит а акула гриш какую ждет кого-то со стороны болота будет она видаться надо подумать да в общем то на болоте кроме мутантов и аномалии особо я пока ничего не наблюдаю а вот единственное только мы здесь с тобой сейчас артефакт найдем моё я пытала раненый stalker а ну вот шакал пожалуйста вот разговор был между шакалом и акулой вообще гриша гришка филота во второй части я его помню это был на самом деле не очень приятный чел у нас еще по-моему подставил на бабки кинул обещал что с охотниками разберется в итоге просто тут подставил да и все ты наверняка это помнишь да но если помню что посмотрим и прохождение второй части до данной модификации под названием stalker поиск пожалуйста вот а где же батареечка подобрал что да да подобрал похоже что я уже даже дороже не замечаю что и подбираю что нет ну давай поговорим что тут у них произошло между шакалом и акулой андрюха колотун аркаша живот брать то есть них наверное ничего не буду поле прытки так подожди сейчас к этому подойдем к раненым там какую-то еще человек лежит тоха пират и у него куда запись бурляев на дуна скотина прибор работает неправильно вместо того чтобы разогнать зомби он вызвал и дренажной системы этих тварей какие-то опыты что здесь проводили прибор работает неправильно то есть какой то есть прибор который позволяет отгонять зомби да разгоняет зомби интересно пирас такой вижу кто здесь живой пригнись дебил с небе и снайпера не то он нас снимет сделаю а где снайпер понятно где снайпер так действительно а я не вижу где снайпер ах ты ну правильно он же снайпер не вычислил снайпер и хандрюха андрюха снайпер надо прятаться наоборот а ты морду высунул а ты наоборот морду высунул в дырочку а он и здесь побивает смотри-ка вопрос только где он где-то в кустах блин я вот так не вычислю да на радаре его нету то есть он должен быть далеко он скорее всего где-то вот в кустах да ага вот где-то там вот засек видишь готов интересно нет может ранил хрен знает гранатами чтобы он там контузила пойдем посмотрим кто там бил то что за снайпер такой функционал о как ну пожалуй возьму его винтовочку функционал апокалипсис а так тут еще и апокалипсис связаны таким тубоком впервые встретил за это прохождение лучше мы продолжаем разговор твою группу акул с янтаря ждет мою постой а ты кто тебе акула прислал а а то кто же он четвертой сутки ждет вас батареи у вас у всех послажены нахрен блин и этого ханурика мать его не довели апокалипсис на хвост самого почти с радаром говорю на хвосте у нас акула голову снимет что делать а откуда говоришь вы апокалипсис то притащили все мне край на рассказы может могу чем ну держи аптечку чего опять глотар вы что там у вас там за броня такая ты видишь да все происходит он столько пустил выдержал но я не знаю может может конечно его мимо в голову целиться ну вот вроде бы готов так чё с тобой по моему тронулся умом да еще один да чтоб тебя ты что у тебя за броня такая понимаю вы скатах но нет такой степени так и надеюсь ты в аномалий упадешь в опыте там какой-нибудь какой-нибудь пда интересный будет функционал ну давай хорошо твою фэночку мы возьмем так это снайпер был у этого пусто у этого тоже пусто не пдачу нету так а ты все уже да занятная ситуация так а чё же делать сходить к этому гришке акуле доложить что мол ваш тут человек шакал крыши поехал да все дела кпк прыткова кстати говоря кпк прыткова найти живым одного из троих сталкеров гошу резаного колю прыткова или медведя вот резаного мы с вами встречали а коля прытки поле прытки походу вот он да судя по всему это духа пират но я у него нашел пда то есть у него был чужой пда ну понятно значит он его с какого-то значит он и выяснял с тела прыткова до по идее так то есть поле плитки у нас тоже погиб зоне получается что так а вот же он поле прытки господи вот он да над повнимательнее смотреть на никнейм и да потому что люди действительно пропустил хотя вот он был ну видимо он умер раньше чем вот эти вот его подельники потом уже подельники сняли с него пда скорее всего так и было вот потому что иначе никак так а это кто у нас такой функционал запись от самого города не жрамши железно не что ли а каком городе идет речь интересного про мертвый город может быть говорится вот здесь они следили за этой группой до самого от самого города ну ладно вечно у них тут какой-то шухер все они тут бегают куда-то чем пожаловал так я тебе хотел про рассказать по твоего дружка шакала а ты не хочешь меня слушать стряну и у рубика никакой информации для меня тоже нет ну давай рубик на вот тебе смотри какой хабарок отборнейшие тебе подогнал то как те такое забираю на двадцатку огнемет стоит 29 ну чё тут остается меня посетить только разве что свалочку до навстречу с лоцманом получается что так очень знаешь акулы же как сказал не акула вот этот вот шакал да что они этого ханурика аж с мертвого ну с города самого города вели до получается вот я так понимаю что это не как раз таки про притка вы говорили до кулю притку видимо его не несли раненого в итоге не донесли но в любом случае получается что молчит молчит акула ничего существу так и не сказал вот шагал в какой-то транс вообще вошел то ли крыша поехала туле еще чего молитвы монолиту хрен поймешь короче никакой информации будешь я не получил имеем мы что в итоге значит гоше резанный у нас пропал мы бегали ему за инсулином итоге пропал до поля притки погиб группа шакала его тащила с мертвого города в итоге но и все пока остается нам найти только медведя ну и надеяться что может быть это глуша резан нам еще раз попадется вот в общем то такой расклад на сегодня я на свалке знаешь кстати что я обратил внимание я когда свой экзоскелета забирал у меня урон был почти что половина до половины износа сейчас у меня тоже вот процентов 20 до изношена дело в том что мне этот папа щек без матерный до пропащик без матерной он не починил экзоскелет и после подземки получается что я ходил в на верхом экзоскелете сейчас мне к сожалению опять 30 процентов 20 процентов где примерно износилась ну тут метко стреляют меткость конечно подкручена у этих врагов моих очень даже знатно ну да ладно пойдем значит я сейчас на барахулке в общем то здесь меня должен ждать луц посмотрим что он скажет ну не надо его отвезти по идее в темную долину да по идее да ну здоров привет пришел себя голова не болит да все в порядке спасибо тебе жизнь не спас думаю ты поступил бы также а что там произошло расскажешь расскажу время есть столкнулись в подземелье с группой братков и у одного из них нервы не выдержали стрелять начал и все быстро так раз и все уже все уже поливают друг друга чередями гранат пошли в ход и знаешь после первых же разрывов подземелье начало стремительно заполняться этим газом разноцветным приятный запах и ничего в первые секунды а вот потом все стало черным а из этого мрака черепа скалятся и кричат убей убей всех противогаз только у меня был натянул я его мгновенно всем дом пришло ни тьмы ни черепов ни голосов пополз я в коридор а тут пуля или может осколок не уверен прямо в коробку как на рапиде увидел коробка разворачивается ромашкой и сорбент во все стороны и опять чернота с черепами как в той комнате оказался не знаю а это был тайник группы стрелка так если на секундочку эти скажу иди ты бывает же ну а потом ты меня и ношу как думаешь газовая граната нет бутыли стояли там за сеткой двори ахимовских бутыля по 20 литров первый граната возле них рванула о как я сразу заметил светились они через грязь светились специально кто-то по ходу глины и замазала ну ладно про твой задание поговорим я в курсе можешь не объяснять темная долина бесяк привести должен ты правильно выдвигаемся ну да чего сидеть гревать погнали придешь за мной до действительные а вот если начали друг друга поливать всех подземелья да может быть и на радаре такая же канитель какая-нибудь какой-нибудь газ распылять к примеру начали да ой как ты медленно идешь это надолго еще и не напрямки в обход как убежал ну побежали интересно что же там за бутыли с реагентом стояли до которые взорвались в статью газ то этот пошел странный не загадок очень много пока что только много вопросов ну очень мало ответов ладно ну вот мой кореш подходит ну что осталось идти то чуть-чуть да идем дальше то иди первым хорошо погнали давай лосманом до самой заправки чесать я если чё те прикрою а где здесь отряд вояк то был все они больше не охраняют этот переход странно может быть перешли решили перегруппировку группироваться до смотались куда-нибудь сюда например на заправку и сюда ну точно уж не к бандитам да в принципе если кто-нибудь мне сказал что ты увидишь встретишь лоцмана или поведешь лоцмана по темной долине я бы это конечно не поверил бы если мне кто-нибудь сказал но факт на вот вместе с лосманом по темной долине передвигаемся круто лосман то он тоже известный стал кирюга если уж не легенда то как минимум не последний человек вызвание на их всего-то два проводника нормальных лоцман да гарик не мы есть еще проводник который так которого так и зовут проводник на есть такой но этого папа по побыстрее а так вот в принципе дачу и лосман тоже крут до лосман ветераны зоны на продаж печеньки есть нету так а что в сейфе пусто пусто здорово командир привел тебе с усадина не шути так немец ну что ж лосман я думаю тот человек который нам был нужен считаю работу ты выполнял ну что-то машин не вижу все на точке дождемся товарища и в путь куда направляемся не говорю и немец встретимся если где северний бара начнем стрелять ты уж не обижайся о как если встретимся где где северний бара но понимаю ладно удачи вам принципе если на радаре встретимся да действительно будет конечно жесть мы полкишок мы с вами получили на задание впрочем пока что еще не исчезла ну не исчезла и не исчезла это конечно все понятно здорово замечательно что я хотел еще что мне остается мне остается сбегать по идее в бар отчитаться панциру да о том что вот так и так о последних моих похождениях даем сообщу там видно будет из огня да впал имя да значит на кладбище старой техники ждет меня прапорочек без матерной без матерный так правильно томат без матерный наверно так я на месте ух ты смотри-ка на чем на чем без матерный приехал на какой колыма я крутяк и нифига не залезешь я не могу залезть давай поговорим приветствую брат ну что уже поломался ломали блин бандюки гады отстреляли воды депо сильно монстра пострадала да уже подчинился не в этом дело слушай немец не могу я ехать дальше до сих пор все поджилки от злости дрожат поквитаться хочу с братками готовить не смогу заснуть сегодня поможешь просил этих двух рядом шляются недоделанные так не мы не мы не можем без приказ тьфу мля но так как а я тебя после разборки пулемет подгоню и два цинка лагерь здесь есть бандитские на 12 часов сходим оторвем из по полной так ты же сказал возле депо тебя обстреляли да какая разница немец там бандит и здесь то же самое ну а пошли ладно а пойдем значит где-то на 12 часов на получается так прямо типа до на 12 часов и по ком ты стреляешь не понял он принципе вот здесь вот тоже отряд бандитов был я их не стал трогать вот здесь по идее тоже 8 человек уже имеется понятно бросок умры сейчас я устрою минометный обстрел готовы все то тебе сейчас безматерный и делать то ничего и делать ты ничего не надо гулять сейчас я и там тоже устрою обстрел а то гранат то много накопилось давай стреляй я гранатами а ты и так стреляй ну еще есть еще бандюки остались по моему стаканчики все разлетелись да так но еще двое как минимум так 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 ну и все гранатами закончились и шаг быстро стоило только начать надо на надо опять собирать ну уж этих так добьем да где-то еще один может быть раненый смотри какой коварный гляд ты крыса какая ты глянь хотел из-под тишка меня завалить ты глянь какой уж это уже это происходит такое ну что приветствую брат всех положили пошли за пулеметом пошли конечно пошли тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык ну гранатки ты мне понадобится да по-любому это не кстати должна была поляна быть накрыта колбаска там всегда мы видим когда я гранаты швырял и раскидала ну трупы надо обыски по крайней мере с них вот какая-никакая денежка падает вот я уж не знаю я в первых двух частях очень много фармил денег да мне надо было вот по идее конечно и действительно тоже миллиончик отдавата в запасе имеет все жутки все-таки это трилогий за у вас а здесь как правило если в первых двух частях было дикий фармку скорее всего продолжится и в третьей части ладно пока я этим не занимаюсь и надеюсь что все обойдется потому что честно говоря скучновато тогда было бегать от хабар собирать и дело ну как бы так сейчас пулемет получим и в принципе усер да да ну что а ты не опоздал ли друг твои то уже и стены долины на север двинули бесяк дождется постой а ты откуда знаешь так бесяк по экспедицию рассказал я им проводника нашел а понятно ладно вот тебе пулемет и до встречи брат ну бывай прапорщик бывай-бывай до встречи удачи и вот он пкм на хорошая штука 200 потончиков будет но все пока и с пкм я думаю будет попроще немножечко ладно дело уже к ночи надвигать в бар вот посмотрим там как у нас уже дела пойдут на этом я с вами прощаюсь комментируйте ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на канал до новых встреч всем пока пока пока